вот он вот он друзья мох здесь вижу мох с новосельем лср делал не по уму все скрипит а по слив не сказал бы что это качественно вентиляция выглядит вот так то есть вот так застройщик сдает квартиры освещение нет я даже ничего говорить не буду ну наверное украли офигеть смотрите друзья кусок кабеля отличный вид на тэц я все такую не купил бы хочется сказать бегите отсюда бегите друзья добрый день я андрей артемов вы в комментариях писали какой комплекс следующий хотите увидеть моих обзорах и сегодня я в гостях у жилого комплекса цивилизации на неве а вы сами знаете стандартную информацию о комплексе а месторасположение транспортной доступности отсутствие места в школах и детских садах наличие пробок и многое другое я буду краток и по делу застройщиком этого жилого комплекса является группа компания лср который мы хорошо друзья с вами знаем по застройки нашего любимого города панельными домами эконом класса обзора кстати на эти дома есть на моем канале ссылки оставлю в описании к этому ролику перед съемками этого видео я зашел на сайт застройщика и там увидел буклет в буклете застройщик написал про звукоизоляцию типа изолона изолон это мягкий гибкий материал который изготавливают спеневая полиэтилен и толщина вот этого спененного полиэтилена составляет всего лишь 5 миллиметров сверху согласно этого же буклета застройщик укладывают 10 сантиметров стяжки друзья 10 сантиметров стяжка изготавливается из песка и цемента но вы сами понимаете какой вес стяжки и что будет с этой бизнес звукоизоляции все правильно друзья ее просто сплющит но и такую же звукоизоляцию типа изолон застройщик применяет во многих своих эконом класса проектах к примеру возьмем застройщика банава и легенда московский 65 там застройщики применяют звукоизоляционные маты но чтобы очень долго не рассказывать вам различные характеристики то просто загуглите изолон и звукоизоляционные маты ну и вы сами поймете какая будет разница в звукоизоляции вернее даже не разница у одних ее не будет а у других она будет квартиры застройщик представил от студии до четырехкомнатных квартир с полной отделкой и без заделки планировочное решение от привычной нам классики до европланировки но самое главное друзья это один из важных параметров это квартирография жилого комплекса я взял все дома сложил количество квартир и у меня получили следующие результаты студии и однокомнатные квартиры занимает более 52 процентов от общего массива квартир двухкомнатные квартиры занимает более 25 процентов трехкомнатные квартиры более 21 процента и четырехкомнатные квартиры занимать всего лишь 0 40 процентов когда я вижу эти цифры то я понимаю что половина дома будут сдавать в аренду и продавать квартиры к примеру зайдите на авито и посмотрите сколько квартир продается в жилом комплексе магнифика комфорт и бизнес-класса а вы все знаете что совсем недалеко с комплексом находится ядерный реактор это может быть не только опасно но и вредно вот именно для этого я пригласил специалиста с оборудованием который измерит радиационный фон вблизи комплекса так и у самого реактора ссылку на видео оставил в описании к этому ролику посмотрите хотите интересную новость вижу что да московский застройщик фска приобрел лср участок 2 и 7 гектара под апартаменты участок примыкает к самой набережной невы обеспечивая будущему проекту прекрасные видовые характеристики так что у бизнес-класса скоро появятся новые соседи давайте теперь друзья вместе поговорим о фасадном решении от застройщика мне сам фасад нравится то все мне напоминает обычные классические сталинские дома единственное конечно есть нюанс то что есть вот эти ненужные как я считаю переходные балконы потому что это просто лишняя трата места могли бы сделать обычную лестницу там без окон без дверей чтобы было удобно подниматься и спускаться и первый этаж конечно бы хотелось ну вот видите да вот тут по мне а вот этот цвет такой желтый очень приятный вот этот цвет тоже приятно вот этот как-то мне кажется надо было сделать чуть-чуть потемней либо сделать этом в граните не смотрелось это совсем по-другому застройщик 10 строя дома из их монолита керамического блока и так называемого мокрого фасада послушаем вот там внизу утеплитель если застройщик сделал фасад качественно то никаких проблем с ним не будет вот видите можно здесь посмотреть как раз на примере этой арки то есть обрамление сделано классно из такого полированного гранита и вот как раз нужно было что-то сделать вот такого же темного цвета вот здесь но это мое мнение у застройщика я понимаю другой сделан здесь аккуратно а такие массивные стоит ворота где уже видны следы ржавчины эти тоже здесь ну и первое что на что обращаешь внимание например вот совсем недавно я снял обзор жилого комплекса бизнес-класса притяжение там застройщик заморочился там у них реально классная хорошая плитка мне очень нравится как смотрится плитка тротуарная а вот здесь они сделали выложили вот обычный недорогую тротуарную плитку и по мне это конечно портит внешний вид также хочу сказать что у застройщика в проектной декларации написано что будут усажены деревья кустарник и трава ну травы я не вижу понятно зимой на раскрощение сажает они посадят теплее декоративные элементы маленькая елочка какие-то деревца ну что то здесь их совсем мало в этом дворе ну про кустарник тоже видите листиков конечно нет ну что то есть а в 10 есть травка почему туда вот сюда а сюда нет ну надеюсь сделают позже давайте попробуем пройти в парадную как называет застройщик ну я считаю это подъездом и объясню почему ну да вот видите только сдали уже вот так вот это ну блин бизнес-класс господи ты боже мой как так вот видно не было болгарки у мастеров и не смогли обложить вокруг люка вот это недорогой плиткой здесь мы видим эти такие две смотки должно быть либо видеокамеры либо освещение но забыли сдали но сделать забыли сам двор деревьев здесь нет это и понятно внизу находится подземный паркинг здоровенный под все этими домами ну конечно очень скудно недорогие скамейки недорогие урны на рендере застройщика я видел что там просто лес из пихт или как правильно называется вот эти такими знаете они свечками идут но здесь этого ничего нету здесь их можно на пальцах сосчитать двух рук какое здесь их количество ладно давайте попробуем пройти до посмотреть кстати первое на что обращаю внимание я здесь нигде не вижу что был хоть подписан один хоть одна парадный какая-то не называть непонятно какой номер вот этого подъезда какой номер этого подъезда ну по мне очень как-то странно одна из недорогих парковок для велотранспорта с освещением где смотрите все во влаге уже во льду классно сделали но дуровое освещение здесь тоже ведь они какие-то ну вот найти такое ощущение что пожалели денег и что-то не хватило надо было как по мне сделать в стиле может быть старого питера ленинграда ну как-то куца 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 достаточно смотрится шарики которые уже от холода под сдулись что здесь за праздник строительный мусор бла-бла-бла заходим значит классно то что они проходные здесь есть тамбур тамбуре уже в уровень пола для чистки ног ухта как хорошо работать все здорово ведь как приложили работают строители заходим в этот подъезд обещал сказать почему это не парадная для меня парадная они в старых царских домах парадная в моем понимании она большая светлая с камином с большим лестничным маршем для меня вот это друзья обычный подъезд вот тут видно дверь забыли поставить почтовые ящики большие металлические дорогие краска надеюсь не сотрется да нет или ты где-то до краска это обычно ящик для спама даже здесь немножко почистили молодцы вот видите вот пожарка слабо . все находится здесь есть зеркало зеркало в рамке здесь уже все треснуло дом только сдали только начали обслуживать давайте пройдем дальше по коридору ну вот здесь мы видим все полностью открыто помещение здесь находится стояки воду подают для пожарки или канализация здесь тепло раз закрыто и сюда кстати можно зайти посмотреть лифтовой холл значит вместо декоративного элемента освещения мы здесь видим кусок кабеля не знаю вот под напряжением полно или нет но хотя бы хорошо что замотали до безопасность превыше всего лифты должны быть отисы мы видим две кнопки а есть табло это здорово заходим вот груза пассажирский лифт вот 1 обращаю внимание смотрите если бы он ставил бы не вот так а вот так то длинномерные предметы было бы намного удобнее заносить в этот лифт а лифты кстати хороший стоит ли в дорогой лифт диск на распалку оставили лифты это серии ген-2 с регенерации энергии они экономят электричество до 70 процентов в год а дальше смотрим сам лифт обшито все из бы молодцы сделали нормально держится для того чтобы строители не убили обшивку лифта но могли бы сделать обтянуть баннером написать добро пожаловать домой жилой комплекс такой-то застройщик такой-то бла-бла-бла но этого ничего нет и здесь соответственно большое количество рекламы супер строитель так раздали из дома давайте проверим если вдруг застряну спасут меня или нет нажал ну понимаете да друзья что ответа нет дальше смотрите что еще сейчас заметил хочу вам показать у этих лифтов должны стоять система безопасности когда закрывается дверь если попадает какой-то предмет то срабатывает датчик и двери открываются смейте он просто может прищемить у вас так что будьте друзья аккуратны но вот как-то странный бизнес-классе имеет такой лифт ну здесь мы видим большое количество строительного мусора я понимаю что это не жильцы это строители под будущий двор строительство наверху мы видим без страховки смелых зарубежных строителей молодцы но вид конечно да классные вид на него на мост вот это мне нравится значит а лифты вот из отличается тем что для них не нужно дополнительное помещение для остановки оборудования это все есть вот здесь вот мы видим как застройщик например первый этаж как выглядит первый этаж и как выглядит 15 этаж шкаф такое ощущение что уже вот здесь видите доломан здесь вот например не сняли пленку вот здесь сняли но не до конца торчат провода отсутствует ручка вот здесь тоже мы видим друзья оголенные провода я не знаю под напряжением или нет но это как-то неприятно здесь не отмыто и вот сюда попасть если знаете завязать глаза то мне сразу ощущение что я попал не в бизнес-класс а в эконом-класс обычный дом от лср и вот здесь мы видим с вами тоже самое наверху грильята одна из самых недорогих тут вообще не заморачивались но и видим да что элементов освещения друзья здесь просто нет это у нас тамбур мы туда выйдем чуть позже переходной балкон это у нас я так понимаю что сюда нужно прятаться при парке вот я только не знаю работать здесь это все вот да вот можно здесь посмотреть как штукатурили до конца не довели но бизнес-класс друзья были нет слов вот так и делают вот видите вот например в жилом комплексе притяжения что мне понравится застройщик вот эти стандартные элементы окрашены были в цвет стен на что я всегда обращаю внимание вот на это да вот эти элементы для пожарной безопасности и здесь обратите внимание что застройщик заморочился бы взял покрасил цвет ну смотрится же классно если бы здесь был бы элемент окрашена смотрелось бы совсем по-другому также например там застройщик положено до отопления радиатор сюда ставить мы взяли зашились но смотрится красиво здесь даже ладно бы не зашили но вот эти трубы окрашены вот такой краской такой темно-бордовые теплозвукоизоляции на смотрится это конечно все вот эти элементы не я считаю того класса как позиционирует здесь застройщик ладно пойдем дальше друзья это у нас коридор обычный коридор я сейчас возьму телефон что 2 чтобы подсветить потому что здесь просто нет света а света здесь нет почему потому что видите здесь нет лампочек есть провода а лампа чекнет уру друзья ну вот просто слов нет смотрите здесь должны быть пожарные рукава для пожара на для пожаротушения здесь их просто нет в этих ящиках давайте смотреть о зумер сработал видели вот он внизу сейчас ждем надеюсь пожарка работает хоть что-то должно здесь работать но вот это все должно быть закрыто здесь сожалению не закрыто видим стим утопление видим что счетчики на отопление отключены передавать показания должны автоматически слышите звук краны стоят самые недорогие из того что есть это тоже обычный металл были но вот это самое здесь сделано недорогое то есть вот например недавно вот совсем показано протяжение там совсем сделано намного дороже на порядок дороже и лучше тепло шумоизоляция закрыта на специальной стяжке и вот вот то что я вижу мне нравится клапан сброса воздуха ну не самый не самый дорогой не самый дешевый стоит мы видим счетчики на запорная арматура кстати такая нормальная стоит они обычно самый дешевый экран а вот еще запорная арматура фильтры грубой очистки сушки нормально счетчики на тепло ну вот да вот видите вот там наверху например есть вижу красные краны видите запорная арматура а где клапаны сброса воздуха их просто здесь нет поэтому вы будете постоянно сбрасывать воздух сами при помощи ключика от крана маевского 273 квартиры просто на куске пластики обычные друзья наклейка но очень смотрится недорого двери широченные двери то обычно недорогие двери самым недорогим звонком который можно купить 56 рублей такой стоит если я не ошибаюсь ну это бизнес-класс двухтарифные счетчики у нас тут вроде пока еще не загадили пошли посмотрим да вот видите вот я как называю собрала здесь они покрасили в цвет стены и вот это смотрится намного лучше нежели чем мы с вами видели до этого ну вот видно что менять стеклопакеты потому что по отзывам людей которые жильцов будущих принимать здесь квартиры у всех проблема в том что стеклопакеты все зацарапанные замученные а вот здесь видите почему-то другая система страна там здесь видно хватило видите вот он сброс воздуха запорная арматура сам недорогастый то есть видно похоже собирали из того чтобы потому что вот это дорого а там сделали сами вот туда и видите если посмотреть видно что там просто огромное отверстие и наверх уходит труба ну вот здесь они конечно это все закрыли но я думаю что если внизу посмотреть может тоже что-то будет увидеть ладно пошли друзья выйдем с вами на лестничный марш обычно тамбур уже плотнее уплотнители все по отваливались но здесь соответственно последний этаж не нужно там что-то делать вот видите красили все это осталось закрасили малярный скотч и не сняли но смотрится конечно не очень есть доводчик причем этот доводчик если здесь тоже 10 сантиметровая стяжка гаид застройщик то он очень быстро отвалится и смотрим открываем дверь и здесь делом кстати молодцы он установлен крепко и двери сантиметра 3 не доходит до стены вот он друзья чудо переходной балкон почему чудо потому что я считаю это достаточно уже старая технология и когда ты выходишь у тебя должен сразу быть выход на лестничный марш и ты должен идти вниз но при этом скажу что сам фасад мне нравится то сделано красиво он так узнаете смотрится внешне то есть он внешне лучше нежели чем внутри ограждение обычно черный металл коряво окрашены даже не на заводе они похоже красить здесь потому что все в пыли ну вид конечно не очень отсюда можно посмотреть на двор знаете такая мечта перфекциониста все ровно красиво и без деревьев где обещанные деревья куция детская площадка ну вот как-то знаете вот это набивное покрытие виде вот этого красненького такой песочка смотрится с высоты как будто знаете все уже давно давно вытоптано но конечно самое классное это вид на него вот за счет на раза из-за этого вида скорее всего и приобретали здесь квартиры 15 этаж классный указатель но тут все достаточно просто отсутствует плитка бизнес о офигеть смотрите друзья то есть она ходит просто ходуном о как закрыл закрутили смотрите там один торчит 2 нет ночью вот они здесь тоже все хуй ух блин все в грязище но такая лестница наверх давайте поднимемся посмотрим может быть там открытые нам повезет а вот здесь обратите внимание как сразу виден бизнес-класс я просто чувствую здесь пахнет бизнес-классом монтажная пена не удивлюсь что когда будет снег и он будет таять здесь будет течь вода вот за это я например честно не хочу платить мне сюда будет стыдно приводить друзей говорить друзья я живу в бизнес-классе ну конечно зачем вставить фурнитуру стоит денег смотрите как думаете здесь а будет конденсат будет продувать или нет криво закрученные саморезы но зато нормально сделана гидроизоляция не протечет ох ты а здесь даже есть таблички квартиры сюда эти сюда здесь даже есть свет и можно пройтись по этому коридору и вот здесь застройщик сделал вот такие дверцы выглядит сами видите как вот бизнес-класс или нет друзья вот то что мы сейчас с вами видим вот напишите в комментарии ну наверное украли что-то мне ощущение что здесь шумоизоляция будет так же как и в панельных домах от этого же застройщика да заходите друзья ко мне домой а это что у тебя здесь такой андрей а это чтобы вы точно видели всю красоту инженерии от застройщика хотя бы в цвет стены груза пассажирский лифт спускается в паркинг сейчас спустимся посмотрим и кстати вот хороший показатель как выглядит первый этаж и остальные этажи от застройщика так кнопка здесь работает но слушайте друзья здесь конечно как фильме ужасов были надо было фонари брать я честно не думал что так будет вот смотрите ну вот да вот я даже ничего говорить не буду вы сами все видите освещение нет вот так нужно проходить в паркинг выключатели нигде нет нараспашку пустые бутылки у здесь хотя бы что-то видно заходим в паркинг свет можно выключить паркинг здесь достаточно невысоко он уже готов есть разметка есть разметка мест ну тут пленочкой затянули чтобы ничего не испортить тут конечно тоже такой вид знаете такое ощущение что все это немножечко недоделан вот видите здесь тоже что-то должно быть провод есть больше кроме правды ничего нет ну-ка что это у нас указатели указатели какие-то ночью в общем еще не сделали они это друзья а еще а вот это вот где сток то есть мотру думал как так его почему нет нет это не сток здесь получается сделали расшивку значит для того чтобы не было влаги в паркинге когда вы примеру зимой снежные машины приехали в паркинг все растаяло и все вот это будет растекаться специально делают желопы они идут под наклоном это же лапки и соответственно туда уходит вода в нижнюю точку и насосы погружные эту воду выкачивают а потом меняют фильтр чистит управляя кофею выкидывают оттуда песок и грязь я почему-то здесь такого не вижу зато и вижу мусор на идите наверное оставили будущему владельцу 211 место ржавчина уже были все в грязи ну вид конечно такой ох ты тут есть свет и отсюда можно выйти вот такой отличный лестничный марш но у меня друзья нет слов по поводу всей этой красоты что я здесь вижу лестничные ограждения шикарны такой же какие подъездах от застройщика друзья у вас с телефонами где вы смотрите это ролик все в порядке видите синий глазок эта кнопка вызова лифта вот он приехал аллилуй он приехал сейчас поднимемся в подъезд в другой подъезд посмотрим но блин видите просто темнота и вдруг молодежи нет приборов освещения всего что нужно для жизни но пока едем давайте проверим здесь не работает экстренный вызов мы ждем ответит он если мы доедем до 15 интересный или нет здравствуйте а куда я попал подскажите все видно попал куда нужно здесь вам точно помогут бизнес-класс 15 этаж он разговаривает о а здесь тоже темнота отсутствует части потолка и вот здесь ну ка ну ка о господи дешевая самое наверное дешевое что могли ну давайте пройдем посмотрим ну вот здесь мы тоже видим да что нет указателя тоже открыт потолок открыта дверь квартиру и мы с вами можем здесь измерить ширину полотна чуть более метра это очень хороший результат значит этот стандартный ремонт от застройщика то есть вот так застройщик сдает квартиры мне уже не один жилец прислал фото и написал и я приехал посмотрел сам виниловые обои просто обычные виниловые обои они практически белые тут слегка слегка совсем бежевый первое что сделаем измерим высоту потолка 31 метра потолки высотой 2 метра 82 сантиметра на верхних этажах до трех метров 14 сантиметров листая сайт застройщика смотрите благоустройство были ничего совсем по-другому монолитные технологии отделка квартир видите двери есть значит небольшая совсем прихожая вот здесь самое интересное что шкаф поставить некуда значит вот такой здоровенный просто шкаф под электрику могли бы утопить стенку тем более это не монолит значит что мы здесь видим обычные недорогие автоматы ну мы видим то что здесь есть все расписано где чего и должно быть по группам хотя бы этом розетка наверное для роутера куча датчиков ванная недорогая акриловая ванная ого смотрите какая красота гроя ничего себе смотрите знаете мне такое ощущение что это обычная советская плитка самая недорогая полотенце сушитель электрический вот такой розетка с заземлением вот воды недорогая плитка двери ну вот двери друзья тоже не дорогие ооо 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 элтис трубка наверное за 200 рублей ха-ха-ха ха-ха, блин, вообще жесть Но свет здесь не работает Он выглядит вот так Вентиляция выглядит вот так Видите, тут здесь наверху не хватает декоративных элементов По плитке можем видеть, что здесь просто сплошная грязь Также здесь я вижу, вот смотрите, смесители Ух ты, вода даже есть А где олейка-то? Почему ее нет? Ладно, пройдем дальше, посмотрим Это кухня Вот видите, какая она Здравствуйте Из недорогих материалов Это у нас тут Из газоблока, да, межкомнатные стены? Газоблок Ламинат Самый классный это вид Вау Да Видите, да? В окнах, выходящих на набережную Используется система Стратофон Которая включает в себя Многослойное стекло И специальный акустический материал Для эффективной ветро- и звукоизоляции И ручка очень-очень плохо настроена Фурнитуры Жаль, что солнце прямо бьет в глаза Конечно, вид на реку Пока он есть Но здесь все застроят И его, соответственно, здесь не будет Сделано откос очень коряво Отсутствуют заглушки Это вот то, что, знаете, сразу Обросается в глаза Вот здесь осталась мастика Ее просто здесь никто не убрал Клапан приточного воздуха Да, слушайте, работает как-то так Не очень Очень-не очень Так, розетки должны быть Выключатель или Грант Ооо, или Грант Так, розетки Блин Тоже ли Грант Не обманули Радиаторы Прада Нижняя подводка Выход на лоджию Приток воздуха Для установки кондиционера Холодное остекление Да, какой-то вид, знаете Вот фурнитура совсем недорогая Здесь хотя бы закрылась Обои, стены Туалет еще Вообще закрыто Еще одна комната И здесь три окна То есть это гостиная, я так понимаю Да Знаете, пришел... А, это кухня, кухня, простите Вот, вот они, выводы Это кухня Кухня, гостиная Тут вид на соседний дом Слушайте звук О, здесь хотя бы подпенились Потому что там этого не было Вот там какие-то видны Это щели Или такой стык Так и должен быть, не знаю Ну, как-то по мне не очень Ну, вид из окна, конечно, такой Самое классное То, что вот эту дорогу Я здесь, когда снимал обзор Может, год назад Вот она как была На принципе так и осталось Мне кажется, становится только все Хуже, хуже, хуже Даже дорожным полотном это назвать Ну, тут радиаторы все те же самые Видно, что элементы накладки уже Повредили, смяли Ну, сделано все, знаете, такое Не сказал бы, что это качество Но, вот видите, пена торчит Они тут подмазали Но это неправильно Здесь должен быть Не малярный скотч А здесь должен быть Специальный Специальная мастика Парапроницаемая Здесь ее нет Блин, ну, конечно Но зато пока есть вид на него Как солнышко Заиграло Она может потеплеет на улице Так, у нас здесь есть еще квартира Это получается Раз-двухкомнатная квартира Ну, планировка, кстати, такая По мне Я бы себе такую не купил бы Мне лично не нравится Вот напишите Понравилось вам планируючное решение Или нет Кстати, вот здесь, если посмотреть Вот по мне неплохо Вот этот элемент неплохой То есть он смотрится неплохо Что-то дверь какие-то совсем Недорогие Сиди, я сам открою Так, пойдем прогуляемся дальше Открыта еще одна квартира Заходим Прихожая Ну, понимаю, туалет-ванна По классике Небольшое количество Недорогих автоматов Совсем недорогая Домофонная трубка Ремонт еще не доделан Так, что тут не открыть Извините Вот, смотрите Включая свет, а его выбивает Ну, ванна здесь аналогична Из недорогих материалов Но здесь хотя бы есть душевая лейка Есть тут тумбочка В коробном закрыли трубы Блин Да, она уж как-то, конечно Ох ты, здоровый О, друзья, смотрите Что здесь есть Есть раковина На подводке Вернее, подводка есть А слив с раковины В канализационную Вот так убого Выбитые в куски кафель Ее просто нет Ну, унитаз Блин И вот эти лечки Блин О, ха-ха-ха-ха Похоже, тут отвалилась плитка Вместе с вентилятором Да Комната Тут хотя бы тепло Видите, отошли обои Отклеились Я понимаю, они всегда будут здесь отклеиваться По-нормальному Наверное, возможных вообще нужно тут Тут по-нормальному Переделывать ремонт Просто переделывать Пойдем дальше Только бы не убиться, друзья О, спасибо, что здесь есть Датчик на движении Загорелся Включился свет У меня, значит, друзья Впечатление, что я попал в обычный дом В обычную панельку от ЛСР Кстати, даже в панельках Как-то качество было повыше Я не знаю, что у них случилось Почему они так делают Почему цены в космос уже улетели А качество вниз Вот то, что вы увидели Друзья, напишите В своих комментариях Это нормальная отделка бизнес-класса Либо ненормальная Я считаю, что ненормальная Я бы хотел, ну Я понимаю, что в таком классе Стоимостью квартета должна быть отделка На порядок выше А здесь датчик есть Смотрите То есть где-то его поставили А где-то не поставили Вот видите А там ничуть руку не отрезало Стены сами ровные Смотрится это недорого Совсем недорого То есть ничего здесь такого Отвратительного нет Но смотрится недорого Отсутствует декоративный элемент Освещения Кто-то холодос привез Смотрите, интернет 800 мегабит 890 рублей Офигеть круто О, это что-то с телеком Все Картина маслом Значит, здесь сделали Вот эти жуткие двери Смотрите Закрываем дверь И здесь закрываем Опа Эти, а где? Где? Когда вот такие элементы Видишь, то понимаешь Ну да Это нам не нужно Вот Вот как сделать потолок Вот видите Вот у них очень много таких Я понимаю Конструктивных недоработок То есть вот здесь стоит клапан А как его обойти Они не додумались И вот оставили вот так И вот здесь что-то должно быть Наверное, камера Или еще что-то О Дверь открыта Отлично Тук-тук Кто в домике живет? Все скрипит Свет Ну вот Куда ни заходишь Везде количество автоматов Почему-то одинаково Я не знаю почему Ванная Санузел Значит, смотрите Вот здесь Они устанавливали Полотенцесушитель Но что-то пошло не так Они его поставили за бачком Ну правильно Где же носки Можно тряпочку посушить Так О Да Шумоизоляция тут вообще не пахнет О Желтая водичка А раньше Я помню В советское время В обычных панельных дома Когда мы возводили Как раз Вот Типа такого светильника Был Только это знаете Так он уже По-современнее сделан Это одно из Недорогих решений О Здесь хоть подводка Смотрите Гибкая есть вниз То есть Водичка утечет А не знаете Издалека Смотрится вроде Вот как может быть На картинке красиво Но я понимаю Что это Обычная Недорогая дверь Хотя при этом Установлена нормально Здесь закрывается Блин Вот это кухня Хрустит Слышите Я вот не знаю Кстати Как долго проживет Этот ламинат Здесь мы видим плитку Здесь очень-очень Убого Но зато красивый вид Планировка Конечно Очень странная Вот смотрите Друзья Прихожая Ванная Кухня С выходом На лоджию И вот здесь Вот смотрите Здесь очень темно И темно Здесь будет всегда Потому что Всего лишь Один источник света Здесь нужно будет Постоянно включать свет Для того Чтобы здесь Хоть что-то видеть И комната Заходим И какой-то здесь Трандец Нафига Это так сделано Комната Больше чем кухня Почему местами Не поменять Но зато Сразу отмечу Что большое количество Точек Электрических Большое количество Розеток Просто огромное Тут Понимаю Хватит на всем Но обязательно Конечно Вот эта розетка Для проводного радио С одним каналом Да Чуть ниже И совсем другой вид Да Вот видите Такой классный коридор Где уже отвалились Элементы Корыши А зачем ставить А ее некуда поставить Пусть она лежит здесь Ох Здесь закрыто Ну вот смотрите Тоже да Как закрыто Потом вот у меня Вот смотрите Поставили они Ограничитель двери Но У двери амплитуда Понимаете Вот где ручка То есть дверь будет Постоянно вот такой Волной ходить И он когда-то отломается Его надо было ставить Вот здесь Как-то вот это знаете Сделано не по уму Вот видите А здесь окрасили На потолок Натянули пленку Так и оставили Ну правильно Люди потом сами Поснимают Зачем Фу господи Что здесь за запах Да Классная конструкция Приехали на первый этаж И вот здесь выходит Здесь совсем другая картина Здесь декоративная штукатурка Смотрится это намного Красивее Обратите внимание На обрамление Лифтов То есть смотрится нормально Но почему На других этажах Совсем другой вид Камера есть Отлично Вот один выход Второй выход Друзья А это оказывается Не ламинат Это паркетная доска Убога так уложена Что она трещит Под ногами А как раз вот здесь Можно спуститься В подземный паркинг Вот мы уже там с вами были Не пойду Но обратите внимание На марш лестничный И обратите внимание На высоту Во-первых Они немножко разные И спускаться сюда Конечно Ух Страшно Можно в общем фильм ужасов снимать Ну здесь застройщик уместил И спортивную площадку Сразу И детскую Чтобы сэкономить Растем вместе с ЛСР Это конечно все здорово Но кто же интересно Производитель всего этого добра Давайте-ка мы с вами попробуем найти Здесь у нас резиновое покрытие Это здорово Такой куб Лазалка Слушайте прикольно сделали Высоченный гамак Не знаю Дети мне кажется Сюда будет тяжеловато залезть Но видите здесь А это вот этот город Это как в Я так понимаю Производители Аналогично производителю В жилом комплексе Притяжения Ну недорогое оборудование Друзья Недорогое Вон еще стеклопакеты Понесли Вон носит Все жалуются на то Что они все рассарапаны Подъем на стелобат И вот у меня вопрос Я родитель с ребенком У меня есть коляска И для того, чтобы мне подняться Здесь даже нет никаких пандусов Здесь просто нужно их брать в руки И тащить наверх С новосельем ЛСР Так застройщик Поздравил своих клиентов Ах Вот нет, чтобы качественно строить И сдавать Нормальные С хорошей отделкой Квартиры Повесили Недорогой баннер За пару тысяч рублей А вот они и строители Жилого комплекса Вышли покурить Или подышать Свежим воздухом Вот дом сдали И теперь управляющая компания За ваш счет Убирает За застройщиком Пока я здесь ходил Подходит мужчина Говорит Не подскажите какой это подъезд Да без понятия Почему? Потому что здесь этого нет Ну и обратите внимание Здесь такое ощущение Что в Питере Такие ливни идут Столько много осадков Будет попадать Вот на этот переходной балкон Что вот Ну тут десятка Наверное на трубу поставили Да то есть Для отвода воды Здесь И вот здесь выше Подходим Здесь у нас должно быть Все закрыто Но вместо того Чтобы здесь было закрыто Здесь обратите внимание Замка просто нет Здравствуйте Заходим Где вытереть ноги Здесь почему-то Элемента этого нет И здесь совсем Недорогая плитка Очень недорогая плитка О стандартная история Светильника нет Тут не горит И здесь слаботочки Тоже нет После подписания Акта приема передачи Просим вас Спуститься на лифте На первый этаж Вас ожидают Сотрудники Управляющей компании Для составления Актов Первичных Показаний Индивальных приборов Учета Это в акте Приема передачи Пишется Указывается Для того Чтобы потом Эти УК Эталон сервис Для того Чтобы потом Не переплачивать И не платить За застройщика Даже здесь О смотрите Это должно быть Вот так Блин Реально В люра Заехали И приобрели Недорогие уголки Прилепили их На малярный скотч Чтобы не отвалилось Передача ключей Здесь сотрудники ЛСР передают Но здесь же должны быть Пожарные рукава Нет Тут какой-то есть Подарочек Друзья Интересно Что там 15 этаж Кусок провода Торчит Не дай бог За него кто-то возьмется А на 18 этаже Аналогичная ситуация Мы просто видим Кабель Мы также видим Что установлено Криво И здесь видите Такое ощущение Что у нее с подсветкой Но смотрится Ну блин Какой это бизнес-класс Дальше смотрим Лифты отец Здесь нет нигде Нумераться То есть я не понимаю На каком этаже На каком этаже находятся Пассажирские грузы Пассажирские лифты Малярный скотч Оставили Но очень недорого Смотрится Очень недорого Вот здесь тоже Что это за конструктивный элемент Вот это обычная сетка Ну блин Это просто ужас какой-то Знаете Такое ощущение Что я попал Не в бизнес-класс А в эконом-эконом Который сдали 100 лет назад И сейчас происходит здесь ремонт Потому что он вообще был ужасный Дальше я не вижу Кстати По пожарным нормам Должны быть указатели Да Вот здесь их просто что-то нет Что выход здесь Вот этого нет А должно быть Квартиры Квартиры Вот хорошо Что камера Не передает ароматы Здесь пахнет Точно не тем Чем должно пахнуть Здесь тоже у нас Все открыто Ну вид конечно Друзья Ну вот сами все видите Вот оцените это И вот здесь видите Тоже вот Взяли Вот поставили ограничитель Вот он должен дальше стоять Стоять должен дальше Для того чтобы это нормально работало Ну и вот здесь аналогичный элемент конструктивный То есть они здесь как-то просчитались Ну у меня честно нет слов Герметиком надо проходить Чтобы было красиво Ну это денег стоит Видите что тут у нас Так Какие-то ограждающие конструкции Остатки от опалубки Ну блин вообще просто жескач какой-то Переходной балкон Отсюда как раз отличный Виден весь двор Соседние комплексы Просто резиденция Вид А вот у нас самая высокая башня Слушайте Надо попробовать туда пройти На самый верх Там должен быть вид классный Слушайте Вот здесь стою наверху И ощущаю Вибрацию Реально такая легкая вибрация Я не понимаю от чего это То ли от того что там машина ездит То ли от чего-то другого На курину-то как Ну что пойдем О господи Знаете здесь и дешево И даже вот в перчатках Не хочется браться за поручей Потому что брезгливо Так О здесь открыто Отлично Мы с вами вышли на кровлю Давайте посмотрим Что у нас здесь Тут видно Гидроизоляция сделана Неплохо Все закрыто Все криво конечно Но герметиком закрыли Анкера нормальные Уплотнители резиновые Под шляпкой Здесь закрыли Так с виду Вроде ничего Здесь видите Крышки есть Вот здесь есть колено Как раз получается Что если дождик идет То вода сюда не попадет А воздух будет выходить теплый Потому что теплый воздух Всегда идет наверх Вот они высокие Самые башни Самые видовые Касочку забыли Строители Блин Это просто жесть Хотя была окрашена Ржавчина только внутри Так Слушайте как нам посмотреть Хочется посмотреть вид отсюда Уже должен здесь просто быть Супер Супер вид Друзья Да вид конечно отсюда Просто супер Если еще сделают Набережную То будет вообще По красоте Так Громкоговорители Вижу Крым отвод Есть Это у нас Что такое Куда это все идет Атонара Какая-нибудь Подсветочка По кровле Пока ничего такого не вижу Вот единственное место Где образовался лед То есть это Низина Вообще по нормальному Все должно уходить В специальное место Это должны быть Такие низкие точки Специально делают Чтобы кровля была Не в уровень горизонта Для того чтобы Вся влага Уходила в специальное место А вот оно Вот это место Ну вот видите Оно до конца не уходит Потому что Что-то немножечко Не так сделали И какая-то вот Блин Мох Здесь я вижу мох О Теплый воздух идет Вентиляция должна работать Значит Возможно и нет Я не удивлюсь Я здесь почему-то Не вижу сигнальных Красных фонарей Для авиации Почему-то Этого здесь нет Либо мне этого не видно Как вам вид, друзья? Классно? Да, вот здесь как раз В этих башнях Наверху Должны быть террасы А я думаю Кто так накурил? А? Кто так накурил? О! Вот видите, друзья Да вот Ограничитель двери нет И уже соответственно Ручкой проламливают Да, потому что Нужно ставить ограничитель Все правильно О! Видите? Блин Приемщики пишут Да? Вот Смотрите Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Знаете, друзья У меня порой такое впечатление Что застройщики Своим комплексом Присваивают Класс Комфорт Бизнес Ну вот просто реально От балды Эконом почему-то Никто не присваивает При этом практически Все комплексы Они эконом-класса На мой взгляд А как на ваш? Напишите в комментариях Чтобы я тоже знал И все остальные Вот это тоже похоже Должно было подсвечиваться Обычно такой недорогой Корпус Полупрозрачный Из пластика И здесь есть Почему-то Нумерация квартиры Обратите внимание 18 этаж внизу А второй этаж наверху Ну вот по мне Реально очень странно Почему это вот так Почему нельзя было Ну сделать Как обычно Снизу вверх Да, дворовой Конечно Пространство Смотрится очень куццо И когда видишь Как по этой дороге Машины объезжают ямы Боятся повредить Кузовные элементы Свои колеса И понимаю Пока здесь все не достроят Все набережные застроят Вот на этом участке С дорогой Будет все вот так Обязательно подпишитесь Друзья На мой канал Я один из немногих Кто показывает вам объективно Новостройки в Санкт-Петербурге Да Дом бизнес-класса Управляющая компания Отстала от жизни Так и осталась В 90-х годах Но смотрится же это Не так Красиво же Вообще Вернее даже некрасиво Ну вот это Самая высокая точка Одна из Ну вот здесь видим тоже Да Это что такое вообще Что это такое Но зато здесь Четыре лифта Два пассажирских И два груза пассажирских Ответит нет Как думаешь Ну да Поэтому наверное не ответит Что-то здесь друзья не отвечают Да Не дай бог Застрять в этом лифте Вот мы с вами доехали На Поднялись на 23 этаж Блин Ну у меня просто здесь нет слов Но только обратите внимание Что в сданном доме Они тут что-то доделывают Переделывают Штукатурят Все это выглядит Неказисто Некрасиво Битые стекла Открытые доводчики Здесь Блин Все приоткрыто Ну так не должно быть Вот здесь мы видим Короб установили Зашивают Блин А что же они до этого делали Вообще непонятно Заходим А здесь у нас Ого Сейчас я вам друзья Покажу Всю эту красоту Значит обратите внимание Что мы заходим Здесь никаких нет указателей Но мы здесь видим Что потолка нет То есть идет еще Ну вообще Здесь ничего не идет Есть козлик от строителей Тут все не зашито И вот такая дребедень И здесь везде И это точно Не запах бизнес-класса Классно Подштукатурят Потом будет все валиться Да Да уж Ну сами да все видите Вот он Вот он друзья Вот он звукоизоляция Вот она Вот как она выглядит Ну 10 сантиметров Стяжкой здесь не пахнет Я ее здесь не вижу Такой Но вы сами понимаете Да как я уже говорил Что под Такой толщиной Вот этой стяжки Которая что-то здесь Уже вся сыпется Что происходит Вот с этим Пористым материалом Ну конечно Когда я вижу козлики Вижу кучу мусора Не окрашено Не доделанно Мне вот сказать Что он сдан Я не могу сказать Что он не сдан Но по документам Он сдан Отсюда кстати Можно рассмотреть Вот эту чудо-дорогу Убитую жизнью Еще не один год Года два-три Еще здесь будет Все застраивать Если не больше Ну вот здесь да Аналогичная ситуация Дверь открывается Бьются вот сюда Там у нас Штукатурка С утеплителем Естественно Будет пробивать Потому что Нет ограничителя Мусор Грязь И поручни бизнес-класса Это не камера У вас ходит Это такие Ограждающие Конструкции От застройщика Друзья Напишите обязательно Своё мнение По поводу того Что вы увидели Какой класс Жилья вы считаете В этом С данным доме От застройщика Застройщик Напомню Позиционирует его Как дом Бизнес-класса Как вам Качество передаваемых Квартир Входных групп Межэтажных коридоров И всего остального И кстати Обязательно напишите Какой комплекс Вы хотите увидеть В следующем моем видео Тот комплекс Который больше всего Наберет заявок от вас Тот соответственно Я друзья и покажу Друзья Обязательно поставьте лайк Не ставьте дизлайк Поделитесь ссылкой На этот ролик И подпишитесь На мой инстаграм И ютуб канал Ну а я как обычно С вами не прощаюсь И говорю До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok